Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. В Министерстве по делам молодежи состоялась пресс-конференция с участием руководителя Ресурсного центра развития молодежного добровольчества Асии Хакировой. В ходе беседы они рассказали о проведении мероприятия «Россия. Единство. Победа» в рамках благотворительной акции «Копилка Победы». С первых дней организации проведения специальной военной операции по инициативе и поручению главы Карачаева-Черкесской республики на территории субъекта был создан и продолжает осуществлять свою деятельность более чем эффективно на территории нашего региона Карачаева-Черкесской республики единый штаб при главе Карачаева-Черкесии по поддержке военнослужащих и их семей. Следует обратить внимание на то, что за время осуществления своей деятельности единым штабом при главе Карачаева-Черкесии организовано и проведено большое количество мероприятий. Это в том числе концерты, социальные акции, благотворительные ярмарки и иные крупные мероприятия. Значит следует отметить, что 17-18 ноября на территории всех городов и районов Карачаева-Черкесии будет организован и проведен благотворительный концерт. Отдельно подчеркну, что он будет проведен в каждом из городов и районов республики. Следует отметить, что данная акция организуется и проводится в рамках реализуемого крупного проекта единого штаба при главе Карачаева-Черкесской республики по поддержке семей военнослужащих и самих военнослужащих «Копилка Победы». Затем помимо этого хочу отметить, что данная акция «Копилка Победы» включает в себя не только благотворительные концерты, но помимо этого организацию и проведение иных социально значимых мероприятий. Отдельно хочу сказать про те мероприятия, которые были реализованы в том числе и учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Это письмо солдату. Данная акция, она безусловно вносит свой позитивный вклад с точки зрения того, что каждый из бойцов, который находится на территории организации проведения специальной военной операции, ощущает ту моральную поддержку, которая действительно на сегодняшний день является необходимой и важной. Здесь со своей стороны хочу выразить свою гражданскую позицию, гражданскую позицию молодежи Карачаева Черкесии. Мы безусловно со своей стороны поддерживаем курс нашего президента и безусловно мы со своей стороны вносим по инициативе и поручению главы Карачаева Черкесской Республики и при его безусловной поддержке необходимый вклад с точки зрения осуществления деятельности единого штаба. Министерство по делам молодежи Карачаева Черкесии с первых дней осуществления деятельности единого штаба, а также со всей молодежью республики принимает активное участие в реализации ее деятельности. Вы знаете, мы уже неоднократно проводим мероприятия, которые осуществляются для поддержки наших военнослужащих и их семей в Карачаево-Черкесской Республике. В этот раз мы организовали серию благотворительных мероприятий, такой марафон, где отдельно будут проходить у нас праздничные концерты благотворительные в каждом районе нашей Республики. Хочется здесь высказать отдельную благодарность Министерству культуры, который поддерживает нас в этом вопросе, занимается организация именно концертной части. А также мы хотим вовлечь в этот марафон и наших детей, то есть общеобразовательных учреждений, вузов, СУЗов, где при поддержке Министерства образования Карачаева-Черкесской Республики будут проходить благотворительные акции, такие как по сбору макулатуры в школьных учреждениях, благотворительные сладкие ярмарки, где будут пункты сбора гуманитарной помощи, которая дальше будет все передано на базу ресурсного центра. Ну и, конечно же, письма, которые так ждут наши солдаты, будут акция проходить по написанию писем для военнослужащих, которые мы дальше уже отправим в зону специальной военной операции. Благодаря жителям нашей Республики, которые всегда участвуют в таких мероприятиях, мы оказываем им поддержку, передаем гуманитарный груз в зону СВО. По завершению вот этого благотворительного марафона будут подведены итоги, собранная сумма с количеством этих писем, которые напишут наши ребята для бойцов. И уже мы дальше опубликуем, обнародуем, так скажем, тоже благодаря вам, средствам массовой информации Карачаева-Черкесской Республики, для того, чтобы люди понимали, что на самом деле огромная работа проводится в этом направлении. И хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто вовлекается в эту благотворительную поддержку для наших ребят, которых мы безусловно ждем с победой дома. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим. На этой неделе в нашей стране отметили Всероссийский день призывника. Во дворце культуры Черкеска прошло торжественное мероприятие, посвященное этой дате. На торжество пригласили новобранцев, которые в эти дни отправляются служить в рядах различных подразделений Вооруженных сил России. С мероприятия репортаж Мурата Джанкезова. В фойе дома республиканской столицы ребят старшеклассников встречали сотрудники ОМОН с демонстрацией основных видов личного стрелкового оружия, которое применяется в российской армии. Если человек стоит метров десяти сзади от этого сопла, может наступить летальный исход. То есть там очень сильная реактивная струя сзади получается. Метров тридцать можно контузию получить. До десяти метров можно летальным исходом. Ожог, контузия очень тяжелая. С днем призывника молодых людей поздравили представители духовенства, власти, военного комиссариата, ветеранской организации и другие. Выступившие отметили, что военная служба – это школа жизни и мужества. Возможно, кто-то из призывников в дальнейшем примет решение связать свою судьбу с военной профессией. Для кого-то время службы станет важным жизненным опытом. Уверен, что патриотизм, гражданская зрелость, твердый кавказский характер помогут молодым землякам достойно выполнить свой конституционный долг. А мы всегда готовы прийти на помощь к нашим землякам и поддержать их при необходимости. 50 призывников с новым периодом в их жизни поздравили также школьные хореографические коллективы из разных городов и районов республики. Задорные танцы в исполнении юных артистов никого не оставили равнодушным. Зрителям показали как народные, так и современные хореографические номера. В концерте принимают участие и призывники со всей нашей республики, около 50 человек, и приглашенные старшеклассники, старшекурсники колледжей, для того, чтобы ребята могли увидеть, что их ждет впереди. Много добрых слов и пожеланий было сказано в адрес призывников. Быть смелыми, сильными, справедливыми, стойкими и верными своему долгу и отечеству. Чтобы в дальнейшем каждый мужчина должен помочь своей стране. При любой специальной военной операции, чтобы ты был на готове. И всегда, когда тебя призвали или ты сам пойдешь на контракт, чтобы ты всегда мог защитить свою родину, свою страну. Мурат Шанкезов, Вести, Карачаево, Черкесия. И еще об одной дате уходящей недели. Ежегодно 13 ноября во всем мире отмечается Международный день слепых, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения. В филармонии Черкеска прошло праздничное мероприятие, посвященное этому дню Альбина Куроченова-Кенжева подробнее. В Карачаево-Черкесии живет более 3,5 тысяч инвалидов по зрению. Большинство из них являются членами Всероссийского общества слепых. Они с большим удовольствием посещают мероприятия в Республиканской библиотеке для слепых и слабовидящих. Читают различную литературу и периодику, адаптированную для инвалидов по зрению. Устраивают концерты и творческие вечера. Уютный зал филармонии был до отказа полон. Собравшиеся смогли пообщаться в дружественной атмосфере и насладиться красивыми мелодиями и стихами. Председатель общества слепых Сергей Дубовик отметил значимость Всемирного дня слепых. Говорят, что это не праздник. Неправда. Праздник. Потому что это для нас лишний повод встретиться в торжественной обстановке. Убедиться, что мы живы, полны энергии, задора, оптимизма, жизнерадостные, неунывающие, уверенно смотрящие в завтрашний день. Вот с этим я вас всех и поздравляю. Известный поэт и автор-исполнитель Олег Походий подарил поклонникам своего творчества прекрасный концерт, на котором читал свои проникновенные стихи и исполнял лирические песни. Международный день слепых и слабовидящих – это еще одно напоминание о том, что среди нас есть люди, которые не видят всех красок окружающего мира и нуждаются во внимании и понимании. Альбина Курочинова-Кенжева, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. В День доброты и очередную годовщину Дня слепых компания «Русгидро» постоянно участвует в благотворительных проектах по всей России. Региональный филиал организации традиционно проводит акцию «Книжка в подарок», передавая комплекты специальных изданий для слабовидящих детей. Очередная партия прибыла в дошкольное учреждение «Черкесска Журавлик». Тактильные вставки из различных материалов. Четкие контуры изображений и яркие рисунки позволяют ребятишкам лучше узнавать мир. Кроме того, в подарочные наборы вошли волшебные карандаши, помогающие воспроизводить тексты и музыкальные фрагменты книг. Мы всегда ждем таких гостей, особенно вот эти книги «Волшебный карандаш». Детки очень любят, мы уже повзрослели на этих книгах, они с интересом читают. Потом, когда они раскрывают эти книги, у них не только развивается мышление, моторика пальчиков, они с интересом смотрят книги. Это волшебство, в которое они окунаются. Компания «Русгидро» совместно с благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» является участником благотворительной программы «Книжка в подарок» уже 16 лет. В этом году в рамках Всемирного дня доброты 21 регионов нашей страны от Кавказа до Камчатки компания передала в специализированные учреждения 272 комплекта развлекательных обучающих книг для маленьких слабовыдящих детей. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok